ребята всем привет сегодня хотел бы поговорить об инвестициях так сказать тоже уже последнее время выпустил тут недавно видео по поводу нескольких квартир очень многие заинтересовались вот и почему-то в ходе беседы с клиентами даст с подписчиками многие почему-то высказывали свое по поводу мнения ну к примеру жилого комплекса там альпика 18 который вот тут недавно у нас открылась в продаже начали строить альпика групп находится она у нас в центральном сочи до микрорайоне макаренко и что хотелось бы сказать вы знаете даже кстати говоря о том когда ко мне звонили люди вот недавно и просто спрашивали какие инвестиционные варианты и они кстати про нее опять же и упоминали что им предлагают им предлагают этот вариант он инвестиционный и так далее у меня на канале конкретно было видео о том как надо правильно выбирать инвестиционные варианты и наверное уже прошло достаточно времени много что люди позабыли да и хотел бы я сегодня напомню не помню всех там тогда я более детально подробно описывал но сегодня хотел вкратце сказать о том что если вы выбираете инвестиции высокоэтажное строение то есть даже несмотря на то что обещают за полгода построить альпику примеру да я почему-то в это не верю почему потому что даже если 17 этажей построить за полгода издать ее но вы представляете какое качество будет в доме да дом который по-любому должен дать усадку как как минимум да то есть определенное какое-то время поэтому я честно говоря ну в это не особо верю хотя посмотрим на самом деле альпику 18 альпику 17 также кричали что она быстро быстро построиться но построилась она быстро сдавалась еще достаточное время это же касается и жилого комплекса адлер которым я купил квартиру по акции но я купил ее хотя бы по акции сейчас там нет акций и стоимость за квадратный метр там семьдесят пять тире восемьдесят да ну потому что сейчас уже маленький почти все меньше там ну квартиры рядом стоят с ремонтом за 100 я понимаю что это не панацея но сколько тогда они должны они должны стоить 100000 за квадратный метр без ремонта именно это даже комфорт но я вам скажу комфорт минус это да красивое здание жигатер классный для меня объект то есть мне не в подъездах жить не особо кататься там на лифте я выбрал второй этаж мне все равно хорошая придомовая территория согласен но комфорт класс это вот континент в котором там я зашел и от ужаса это красоты отделочных материалов чуть не ужаснулся вот там действительно есть за что платить выше 100000 за квадрат здесь в подобных жилых комплексов но его комфорт можно назвать только из-за того что эта территория бесплатная парковка какой лифт эконом никак не назовешь но применяются материалы достаточно низкого качества в том числе и в rd house я об этом и подписчики вот артем может подтвердить двери которые выносят даже ребенок то есть я видел собственными глазами как разгружали двери жига адлер там ну они действительно вот такие вот которые потом выкидывать надо и я об этом знал так что касается друзья инвестиций мы вернемся к этому вопросу инвестиции имеет не только маржинальность за квадратный метр но еще и время то есть вы должны понимать если вы вкладываетесь так называемый инвестиционный проект который имеет этажность там и сроки сдачи достаточно большие то на мой взгляд это уже не инвестиционный вариант понимаете почему потому что инвестиции это все что вы можете заработать хотя бы 15-20 тысяч за квадрат если и это в течение года хотя бы год если вы зарабатываете 20 тысяч за полутора летний срок там полтора-два года то это просто хорошая выгодная покупка на мой взгляд это именно так почему я считаю что раньше на таких объектах не заработаешь почему объясню потому что подобные жилые комплексы особенно альпики групп репутацию которых очень действительно хорошие заходят сразу все риэлторы и сразу инвестора которые уже держали руку на пульсе что будет застройщик где строить да она самая одна из безопасных строек в альпике групп самый безопасный то есть они все равно что-то достроит там все как положено может быть где-то что-то срок может растянуться но безопасно безопаснее даже чем по федеральному закону 214 который еще больше откладывается за то что он просто стоит и подписи какие-то собрать не могут но там много будет перепродаж понимаете потом этих инвесторов до цена поднимется но открываться будут перепродажи вашу квартиру по которой цене вы сейчас покупаете и хотите заработать и в итоге насколько цена подпрыгнет вы не продадите потому что будут предложения и от инвесторов которые заходили гораздо поменьше цене чем вы плюс в очень частых случаях особенно в альпике групп происходят акции и это не секрет ну по откройте старые видео посмотрите других блогеров в rd house и когда он был сданный дом были по 60 тысяч да это кратковременная ситуация но они также сбивали цену людям которые покупали для инвестиций в альпике 17 вся та же ситуация то же самое были чуть ли не по 50 там по 45 даже кто-то там кричал что ли я уже не помню тоже сданный дом уже практически да вот он на предсдаче был почему такие бывают ситуации да откуда такие квартиры по в принципе откуда они откуда они открываются откуда я вам объясню посмотрите на шахматки в открытии продаж бывает этажами закрывают продажи а это закрывается именно не то что это про продали а именно застройщик закрыл он будет этими квартирами расплачиваться с чем-то там либо я не знаю то есть там за бетон там за окна там и так далее и потом начинают инвестора уже по этапу готовности дома выставлять эти квартиры в продажу естественно застройщик не расплачивался с ставис подобными инвесторами за предоставление стройматериалов так далее какие-то моменты да по той цене по которой происходят продажи естественно ниже но и инвестор хочет еще кроме того чтобы обналичить свои деньги он еще хочет заработать и вот он естественно не сразу эти квартиры выставляет продажу а когда уже готовый степень готовности дома настолько что уже квартиры эти сметают только выставили в продажу плюс еще немножко заработать мы причем не столько немножко сколько вы не заработаете понимаете поэтому вот эти многоэтажки рассчитывайте когда вы покупаете квартиру многоэтажного строения инвестиции на полтора минимум года то есть пока он начинает строится раньше года он не сдастся то есть год этот вот вот минимум когда уже не то что построены а чтобы уже люди зашли на ремонт и уже продавался на кругу квартиру уже в ипотеку и так далее поэтому поэтому на мой взгляд все-таки инвестиции это малоэтажные клубные дома да это сейчас начнут клевать что это не по закону и так далее не покупайте не надо но люди именно зарабатывают быстрее на инвестициях именно в подобных домах которые строятся действительно раньше года понимаете раньше года и за год менее чем за год у него цена подрастает гораздо выше чем подобные варианты многоэтажных домов потому что там действительно еще надо застройщику достаточно много квартир продать потом начинают инвесторы выкладывать свои про квартиры потому что видишь что уже застройщик свои квартиры продал а потом уже только вы со своими инвесторскими мечтами начинаете открывать в продаже которая потом жаловаться что мы не обещали что это инвестиции ну взять тот же жилой комплекс сериус к примеру да никого не хочу обидеть ни из каких блогеров и так далее ребята молодцы да там немножко задержали сроки сдачи там и строительство ну дом нормально абсолютно классный абсолютно классный но кто-то все-таки рассчитывал на быстрой инвестиции за год но ни этого не произошло почему не потому что вас обманули те же там блогеры или те же специалисты недвижимости потому что это не под рассчитали то что это уже происходит тенденция понимаете я это уже третий год изучаю я вижу что что такое инвестиции понимаете то есть кто-то может сказать я всего лишь здесь там чуть больше года и в этом ничего не понимаю но по практике извините я это вижу я не не ходил не в rd house и не кричал что это инвестиции не в альпиках понимаете его а тот же в том же адлере в котором я купил я его не не превозношу и не пытаюсь сделать из этого какой-то вы знаете инвестиционный проект да можно заработать но сроки ребята сроки рассчитывайте грубо говоря на год вот сейчас в отделе в жк адлере да есть продажи я бы не сказал что все раскупили ну маленький площади они в первую очередь до раскупается остальные площади еще стоят цене как как таковой еще не поднялся подняли по-моему они один раз всего на пять тысяч за квадрат скоро будет год как прошли инвестиции тех кто приобрел на этапе свои так сказать ну за год вы заработали что-то ну напишите в комментариях я купил жк адлер по такой-то цене я его продал и заработал на нем столько напишите я вот не слышал еще ни одного инвестора который заработал на многоэтажки имеют за год за год то есть до от начала строительства вот поэтому друзья будьте осторожны пожалуйста с этими инвестициями если нужна просто какая-то консультация я не навязываю никому я даже не перезваниваю никому все мои клиенты об этом знают я никому там не навязываю меня нет базы какой-то понимаешь я вас там забивал кому-то передавал но хотя бы спросите мое мнение да я никогда не никакие из объектов повторюсь никакие из объектов особенно alpica group надежный надежный компании которая здесь уже столько лет на рынке не унижаю это самая одна из надежных сегодня компаний которая строит но что касается инвестиций здесь вопрос опять на какой период времени поэтому друзья если вы согласны со мной поставьте лайк не согласны поставьте дизлайки напишите в комментариях я с удовольствием с вами подискутирую все друзья всем удачи всем хорошего настроения всем пока